Привет! Хочу вам рассказать про настольную игру Место преступления. Это настольный детектив. Если вы следите за моим каналом, то знаете, что я фанат этого жанра настольных игр. И Место преступления это один из лучших представителей жанра, обладающий определенно некоторыми особенностями. Этот ролик это будет такой подробный анализ настольной игры, прямо как я люблю. И давайте же я вам сразу же покажу, что я имею ввиду, когда говорю, что это особенная игра. Для начала вам необходимо приложение. Вы в нем выбираете ту игру, которую у вас есть. У вас вот отдел криминалистики. И здесь есть сразу же дело обучения. И здесь у нас всякие правила. Кстати, в самой игре играет музычка. Добавляет к атмосферности. И сразу же нам говорят, что нам нужен шеф полиции персонаж 33. Мы пойдем его искать. Шеф полиции 33. Вот он. Шеф полиции в Скотт Вунтьярде. Теперь нужно с ним поговорить. Все, шеф полиции нам говорит, что убита пожилая женщина. Мы ищем 07. Выложили. Сейчас я разговариваю с шефом полиции. Я его спрашиваю про эту женщину. Он говорит, что ее нашли в районе Ноттинг-Хилл. Мы ищем район Ноттинг-Хилл. Вот он. Вот он район Ноттинг-Хилл. Ее там нашли. Мы прощаемся с шефом. Едем в Ноттинг-Хилл. Мы находимся в этой квартире, и мы можем ее обыскать. Выбирайте вариант с очками или без. Мы без очков. Вот. И это квартира. Вы можете ее осматривать. Вот всю вокруг себя. Водить. Это как бы такая 3D-локация. Ну и в очках она, конечно, еще более. Ага, здесь вот мертвые коты. И тут, если присмотреться, еще будет мертвая бабка. В течение минуты вы осматриваете, и потом ищите те улики, в колоде улик, которые вы могли увидеть в этой квартире. Например, я там увидел мебель. Мебель точно увидел. Сумки, посуда, грючие материалы, игры, транспорт, садон, растения, жидкости, компьютерная техника, одежда. Еда там была. Средства связи были. Гаджеты, мусор. И животы. Там были кошки. И вот бутылки были. Ну вот, я взял вот эти улики, и теперь сканирую какую-то из них. Например, бутылки. Игра говорит, что там небо бутылок. Но там точно были кошки. Давайте посмотрим кошек. Кошки жертвуют также мертвы. Но можно воспользоваться помощью судмин-эксперта. У нас есть наши помощники, 4, к которым мы можем обращаться. И животные, это наша улика. То есть их можно осмотреть. Собственно, так вы и продолжаете играть. Вы опрашиваете людей, спрашиваете их про других персонажей, про разные улики. Потом перемещаетесь на место преступления, находите там улики и используете своих помощников. Медэксперт проводит вскрытие. Криминолог знает все про всех. Хакер взламывает все подряд. Ну, а ученый просто может рассказать вам что-то про вещественные доказательства. И вот эти два персонажа кажутся милыми и забавными, но на самом деле посмотрите в его глаза. Он так много всего про всех знает, что кажется следить за ними и заглядывать прямо в душу. Или этот парень, который готов пройти на все, взломать телефоны и ноутбуки каждого и выведать их личную информацию. Эти чуваки на самом деле пугающие. Сразу же возникает вопрос, а нормально ли то, что большую часть времени мы играем через телефон? Возможно, стоило вообще всю эту настольную игру перенести в онлайн или в телефон? На что я отвечу нет. Место преступления это отличный пример имплементации технологии и настольной игры и их слияния. Просто отлично тут связываются вот это выкладывание локаций, перемещение на них персонажей, ваше перетягивание вот этих улик. И в течение партии количество карточек постоянно растет. Мне нравится тактильная составляющая настолок. И здесь она ярко выражена в том, что вы постоянно перекладываете эти карточки, улики, передаете их друг другу. Мне нравится сама система, в которой у вас постоянно на столе лежит полная иллюстрация вашего дела. То, что в некоторых других детективах вам нужно делать самостоятельно, то есть, например, выписывать имена всех действующих лиц или на стене их размещать и соединять их красными ниточками. Здесь это уже часть игры. Также, когда вы сыгрываетесь с командой, можно поймать определенный флоу того, что один игрок все сканирует, а другой подает ему необходимые карточки. Или, например, один игрок осматривает место преступления, а второй игрок перерывает колоду в поисках необходимых карточек улик. И это ощущается как классное взаимодействие, как будто бы вы настоящая команда. Но при этом это классно работает на двоих, также на троих, но уже на четырех игроков в игре как будто бы недостаточно занятий. То есть, понятно, что основа игры — это ваши обсуждения, и как будто бы у каждого игрока есть личный персонаж, к которому вы должны обращаться. Но в моих компаниях не срабатывало то, что каждый отдельный игрок владеет своим персонажем, и они просто перемещались к игроку с телефоном. Еще, на самом деле, то, что вы физически держите телефон в руке, дополняет ощущение того, что вы находитесь в современном мире, и играйте в современный детектив. Ведь вам прямо время игры может на ваш телефон прийти сообщение, или на ваш телефон вам могут позвонить. Еще, что касается процесса игры, мне очень нравится именно этот процесс осмотра места преступления и поиска улик. Это очень прикольно, интересно, атмосферно, необычно, и мне нравится, как это введено в игру. При этом, конечно, наличие очков шлема добавляет к атмосферности. Слышал историю о том, что дети, когда поиграли в эту игру и воспользовались шлемом, после этого перехотели в нее играть, потому что стали бояться. Дело в том, что есть большая разница между тем, когда вы просто осматриваете что-то на телефоне, или буквально чувствуете, что вы находитесь в комнате с трупом и ищете там улики. Это все хоть и выглядит нарисованно и мультяшно, но все равно бывает впечатляет. Раз уж мы заговорили про жутковатые картиночки, то самое время перейти к сюжету. Если на первый взгляд может показаться, что главная фишка этой игры это ее технологичность, то есть вот эти QR-коды, сканирование и осмотр места преступления, то на самом деле это только та крутость, которая вас завлекает в игру. Но что меня по-настоящему зацепило и поразило прямо в сердечко, это сюжеты этой настолки. А они тут взрослые, оригинальные, глубокие и восхитительные. Дело в том, что обычно в настольных играх сюжет довольно поверхностный или стереотипичный, для того, чтобы игрокам было легче его понять и легче, например, разгадать детектив. Но здесь не так. Здесь история, которая раскрывается перед вами, ощущается живой и настоящей. Я стараюсь не проспойлерить, но я чувствую настоящие эмоции по отношению к происходящему. То есть убийство в этой игре это часто не убийство очередной карточки. Нет, тут есть по-настоящему драматичные и захватывающие истории внутри. И именно своей мрачностью эта игра меня по-настоящему впечатлила. Еще лично мне показалось, что эта игра может служить таким интересным, идейным продолжением другого шикарного детектива Шерлок Холмс, на который я уже снимал обзор. Дело в том, что место действия одно и то же — Лондон. И вы будете посещать в этих играх иногда одни и те же культовые локации этой знаменитой столицы. И интересно, что в прошлом вы используете газеты и книги, а в современности — QR-коды и VR. И, конечно, истории помогает то, что она интерактивна. Персонажи реагируют на ваши поступки, а также могут перемещаться с места на место. Например, вы можете поговорить с кем-то, а потом, некоторое время спустя, вы узнаете, что этот персонаж уже погиб. И это просто в голове не укладывается, ведь вы только что с ним разговаривали. Или вы можете совершить глупость и преступнику прямо в лицо сказать, что у вас есть доказательства его виновности, и он может попросту взять и убежать. Также каждое ваше действие и перемещение отнимает у вас время. И в сюжетах часто физически ощущается, что времени у вас мало, и на вас это давит. Ведь если вы будете еще тянуть и больше расследовать, то погибнут еще персонажи. Из минусов этой игры можно сказать то, что здесь все-таки в основе лежит вот это сканирование QR-кодов, и некоторым игрокам не нравится. Я даже слышал, что некоторые игроки говорили, что после партии ты как будто бы отработал смену кассирам в супермаркете. Несколько раз я сталкивался с тем, что не знал, что делать дальше, не потому что я фиговый детектив, а потому что я технически не знал, как осуществить задуманное, и что конкретно от меня требуют создатели игры. Например, вы спрашиваете у бабулей про пистолет, и вы не знаете. С одной стороны, вы можете спросить, здравствуйте, подскажите, а вы случайно не знаете, что это за пистолет? Или вы можете спросить, это ты его убила этим пистолетом, мы все про тебя знаем, ты попалась! И вы не в состоянии предсказать или выбрать, какой же из этих вариантов будет. Еще у меня вопрос касательно арта. Он тут своеобразный и прикольный, это факт. Но то, как карикатурно и забавно она выглядит, часто совсем не вписывается в мрачный и суровый мир игры. Но в целом, я думаю, что вы могли догадаться, что я в восторге от этой настольной игры, и я ее рекомендую. Хотя, во время первой партии мне она была непонятна и не зашла. Так, как этот детектив, по сути, это одноразовая игра. Но в приложении есть еще дополнительные дела, которые вы можете докупить, или вы можете дать поиграть эту игру своим друзьям. А еще она зашла не только мне, а и многим игрокам по всему миру. И поэтому к ней уже вышли дополнения, на которые я тоже собираюсь сделать обзоры. По итогу, это шикарная настолька, которая в себе соединяет несколько очень интересных и оригинальных идей. Если хотите посмотреть мои обзоры на другие детективы и квесты, переходите, вот где-то здесь будет плейлист. Ставьте лайк этому ролику, если вам было интересно, и играйте в хорошие игры.